Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как сделать очень просто кельчеватель для черенков Винограда. Ну давайте очень кратенько, что вообще такое кельчеватель. Это некое оборудование, скажем так, которое нам будет помогать подогревать черенки снизу. Дело в том, что при проращивании черенков важно, чтобы верх был более-менее в прохладе, чтобы почки меньше пробуждались и не тянули энергию с черенка. А для лучшего образования корешков хорошо было бы, чтобы снизу было несколько теплее. Соответственно, для поддержания вот таких вот условий и делают такую штоку, которая называется кельчеватель. И я вам сегодня покажу, как можно сделать такую штоку очень-очень легко и просто. Так, у нас здесь вот такой столик, стол, может быть абсолютно любой. А вот там сзади вот такая батарея. Ну батарея может быть тоже абсолютно любая, то есть не обязательно такой радиатор, понятно, да, может быть и чугунный. Любая батарея, которая вот немножечко выходит наружу, то есть не вмонтирована в стену. И смысл в чем? Смотрите, столик мы накрыли пленкой. И там тоже пленка заходит на радиатор. Соответственно, тепло, все поднимается вверх и концентрируется вот на этой доске. Поэтому получается у нас здесь немножечко подогрев, а сверху уже температура воздуха, скажем так. При том, что вот здесь у нас окошко, соответственно, от окошка тоже может идти немножко прохлада, если необходимо, его можно приоткрывать. И таким образом немножечко влиять на эту самую температуру. И здесь пленка идет до самого пола, закрыта точно так же сбоку, для того, чтобы максимально концентрировать вот это самое тепло, которое идет от батареи. Еще один момент. На наших батареях, да в принципе на большинстве современных батарей, есть регуляторы, поэтому мы можем еще и управлять тем теплом, которое поступает к корням наших растений. Ну вот, собственно, наш столик в действии. Уже стоят черенки. Смотрим разницу температур внизу. 26 и на почке. Где-то 21. Там может быть даже 19, чуть ближе к окошку. Здесь в опилочках смотрим. В районе 25-26 и на почке. И в районе 20. То есть основная задача, которая была перед нами поставлена, это создать разность температур на корнях и на почках. Мы ее выполнили. Температура внизу не выше 30 градусов. Но вверху, скажем так, чем ниже, тем лучше. Ну, по возможности. Вот такая разница температуры в районе 50 градусов будет способствовать тому, что корни будут развиваться раньше, чем пробуждаться почки. Ну, а если вам не хочется ничего сооружать, то еще как альтернатива, это вот такие электрогрелки. Купить их можно в большинстве магазинах, в аптеках. Кроме того, на китайском рынке сейчас большое количество различных нагревательных элементов, которые прекрасно подойдут для этих целей, причем по очень доступной цене. На сегодня это все, что я хотела вам показать и рассказать. Но мы помним, что приступать к укоренению черенков мы будем только ближе к концу февраля, а то и к началу марта. Это связано с тем, что сейчас еще слишком короткий световой день, и если мы хотим, чтобы наш молодой саженец развивался правильно, нам надо будет его подсвечивать, иначе он будет слабенький, что нам абсолютно невыгодно. Поэтому к концу февраля обязательно будет видео по укоренению черенков. Там я расскажу, какой способ укоренения черенков будет наиболее оптимален. Расскажу все подробности, все нюансы. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. И под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч, пока!